Я, конечно, хочу поздравить вас, прежде всего, с Пасхой Христом. Мы сказали, что Христос воскресе! Христос воскресе! Который прошел через века и помогает человеку преодолевать и трудности, и вдохновляет эта радость пасхальная каждого из нас. Мы живем, христиане, от воскресного дня до воскресного дня. От Пасхи до Пасхи. И это человека вдохновляет, помогает ему, по-особому наделяет его какой-то невероятной силой, того, чтобы творить. А сегодня в Клубе Артерия мы собрались для того, чтобы открыть выставку вот тех замечательных работ, которые сделали люди, которые верили и верили в Христа, воскресшего Бога. И это свидетельство о том, что Бог жив. Вот это вот такое живое искусство, которое придается в этих живых работах, доказательство того, что Христос воскрес. Каждая работа здесь – это некий плод любви, который человек сначала принес сам себе, а потом его снял, как уже созревший плод, и повесил в Клубе, который называется Артерия. Праздником Христос воскресе! Спасибо, Артерия! А я вас поздравляю, кроме того, что праздник, поздравляю вас еще и как участника выставки. На сегодняшний день нас здесь 25 человек авторов, в том числе отец Даниил с его фотографиями чудесными. О фотографии преподавательницы рисования в воскресной школе Марина. Одна из ее придумок таких гениальных – это фотографировать свечи. И вот отца Даниила фотографии показались мне такими глубокими и наполненными именно содержание такого смысла. Получилось так, что у нас начинается выставка, как мне кажется, как бы такая детская Пасха. Если вот Алена портнули, то главными стали работы Алены, вот ее барашек и пчелка. То есть мы входим в мир Пасхи как дети, совершенно детским таким восприятием, детским образом. Кстати, добавили вчера ручной работы открытки Веры Калгановой, нашей любимой. Я очень благодарна судьбе, что я смогу, ну вот Бог дал мне такое счастье, в такой праздничный, прекрасный день выставиться в таком замечательном зале. Все работы замечательные. И обычно у меня бывает какое-то такое немножко отношение к фотографиям. Вот я вам честно могу сказать, эти фотографии, вот я их сейчас вижу, это настоящее произведение искусства. Вот это не просто какая-то ткань некая, а чувствуется, что, по-моему, это тоже произведение искусства. Ее шила художница Ира Таран, это вообще-то скатерть, который подразумевался как скатерть на круглый стол, который проходил здесь у нас вот неделю назад. Круглый стол назывался «Православие и культура». И эта скатерть объединила какой-то блок, который я для себя условно, у меня рабочее название, такая вроде как, ну, женско-домашняя Пасха. И, конечно, здесь вот работы Ани Замуэ. Ими связана какая-то очень остроумная такая в стиле Ани история, вроде того, что она поранила руку и не могла писать маслом, что-то в этом роде. И поэтому, чтобы не делать ничего, она стала вырезать из ткани и делать аппликации. Вот и к Пасхе получилась вот эта серия. Ну, и сюда добавилась работа Евгения Генцбурга, нашего любимого тоже художника. Мы с Андреем проезжали на машине в мимо мастерской Жени Генцбурга. Я звоню Жене и говорю, Женя, мы едем мимо вас. И он говорит, срочно ко мне, беги ко мне. Я вхожу к нему, выбегает совершенно с такой экзальтацией Евгений Генцбург и говорит, я вчера рылся в своих работах. Оказывается, у него единственная пасхальная работа, которая затерялась, забылась и явилась накануне Жене. И таким образом Женечка попал в нашу пасхальную экспозицию, хотя ничто не предвещало ему. Куда-то в этот блок, наверное, можно отнести Катю Медведеву. Отец Данил ушел, а вот вчера он был у нас на выставке, тоже заходил. И он как-то очень удивительно отреагировал на эту сильнейшую работу Марии Иисуса. Он сказал, это пламя свечи, и мать с младенцем на руках, она клонится и обретает такую гибкость, которую не может вообще человек владеть, а может владеть только пламя свечи. А вот эта картина из коллекции, нет, вот она, вот она парит, она двусторонняя. Из коллекции Артема Киракосова, она замечательно своей двуставой листью, тут книги, то ли болевины, то ли ангелы, вот, называется она музыка, да? Да, да. Я вот про Анатолия Камелина не сказала. Он концептуальный, остроумнейший художник, авангардист, но может делать вот такие религиозные вещи, которые убеждают наше священство, которое делает все-таки невозможность в храмах воплощать свой талант. Это очень важно, мне кажется. Вот эта маленькая, малюсенькая его работа, одна из первых его вообще проб по камню. Ну и вот я рада, что Артем чуть позже пришел. Его работы вот замечательные. Дип-дип-дип-дип, наоборот, часть огромной серии. Пару слов я хочу сказать о своих работах. Там всего две работы представлены. Выставка планируется большая, это 50 транскрипций священной истории в живописи. То есть я смотрел на те вещи, которые мне нравятся и не нравятся. Я рефлексировал на тех людей, которые мне интересны и неинтересны. И создал 50 транскрипций священной истории в живописных эскизах. Это эскизы, и я для себя открыл, что вообще жанр эскиза для 20 века, для 21 века, это рубеж 20, это в общем устойчивая форма, потому что мы не можем сделать законченное произведение. А форма такой вот беготни, это наша. Я дал себе год жизни, чтобы пробежаться по всему священному писанию и сделать 50 эскизов. Это финальная работа слева. Она посвящена двум художникам Таросу Раслину. Это мини-тюристу армянскому, который жил в княжестве армянском 13-13 веке, Килике, которая исчезла. И Клоду Мане, вы все знаете финальную работу «Японский мостик», когда фактически художник воплотился в саде Жаверни, и для него воскресенье произошло через те растения, которые он посадил, наблюдал. И не только живопись осталась, но и сам сад Жаверни Клода Мане осталось, как мне кажется, его творческое завещание. Мне кажется, что это великий смысл, который я еще для себя не открыл, связь живого, растущего с теми, кто умер. Вот эта тема Пасха, Воскресенье, мне кажется, очень важна в самой биологии жизни Земли. Вот такую тему я вкладывал, и надеюсь, это где-то показать. Центром всей экспозиции, смысловым и композиционным, совершенно тоже для меня неожиданно. Стал вот этот крест, который хранится у нас здесь, в крипте, уже полгода. Находится у нас, висит обычно он там, в клубной комнате, как вы знаете. У него есть свое такое место священное. Я осенила, что он должен быть обязательно здесь. С этим крестом тоже интересная история. Он попал сюда, его сюда поместила к нам в артерию наша так называемая рояльная Катя. Катя пришла как поклонница Лены Черкасовой, ходила, с нами разговаривала со мной, с Андреем. И вдруг, так замерла на минуту, посмотрела на нас и сказала, а подарю-ка я вам рояль. Ну, в общем, чудо состояло в том, что через два дня рояль внесли, поставили, и на нем можно было играть. А этот крест, она навигировала к нам, будучи за границей, по телефону, через электронную почту. Она мне пишет, звонит и говорит, можно вы похороните у себя крест? Конечно, можно, мы похороним. Потом Катя приехала, сидела перед этим крестом, почему-то плакала. И сказала, вы понимаете, конечно, простите меня, но я подарить вам не могу, я потом его когда-нибудь заберу, когда у меня будет куда. И вот, в общем, этот крест пока обитает у нас, но объединил композицию этого зала. Ну и объединяет, и совершенно все, мне кажется, собирает вот эта крошечная работа, единственная на нашей выставке работа великого Лазаря Гадаева. В этой маленькой работе вся мощь, по-моему, скульптора Лазаря Гадаева, она содержится. Дальше вот начинаются вот эти цветы. Я для себя условно назвала это «Жены мироносицы», потому что это женщины-художницы, которые украсили нашу экспозицию вот этими гиперцветами. Это Лена Горина, и дальше там Ирина Сторженецкая, вот одна единственная ее работа. Но она, конечно, пробивает любое вообще пространство, любое расстояние, и такая троица из белых лилий, можно так сказать. Вот эта часть, она как-то наиболее сакральная такая, она наиболее получилась как бы храмовая часть. И здесь наши гиганты, это Александр Карнауков, очень большой художник, это целая такая эпоха, это целое явление. Его макет, его учениками, вот макет храма, необычность, новизна, по крайней мере для России, может быть, в Европе это и есть. И этого храма состоит не только в том, что архитектура такая эпилептичная, сложная, но в том, что все из бетона и роспись по бетону. И вот эти две работы, это на самом деле эскизы к этому храму, первоначальные, фрагмент преображения, и вот Архангел, убогий материал, хочется сказать. Но на нем вот такая вот одновременно архаическая и одновременно современная живопись, аскетичная по гамме. Ну и в том числе в этом зале находится... Просечное железо. О, спасибо большое. Просечное железо. И автор, автор этих работ, которые тоже будут в этом храме, вот двери, оконные решетки, вот эти вот кронштейны для светильников, автор, такой замечательный совершенно художник Юра Егоров, мозаичист, на все руки мастер. Его друзья зовут его Чилини, у него прозвище Чилини. Экстракласса мастер умеет все. Когда я увидела эти произведения, я поняла, что выставка состоится, потому что мне нужно было вот именно что-нибудь такое, что заставит пространство жить и говорить. И, конечно же, скульптуры мозаики Феликса Буха тоже относятся к храмовой Пасхе, к настоящему храмовому искусству. Хотя скульптуры его сугубо творческие, можно сказать, детские такие, но мне кажется, что Тайная вечеря и Троица, они достигают какого-то иконного уровня. И вот тут вот еще у нас есть такая часовня. Я так назвала это, это локальное такое пространство. Часовня Лены Черкасовой. Ее произведения пока что не перешагнули в ранг икон, и, насколько я знаю, пока храмы не украшаются. Так вот в артерии я сделала открытие, что вот в часовне она была бы идеальна, потому что вот можно сюда дойти, вот, и оказаться в ее таком микромире таком, в ее христианстве, в Лене Черкасовой. Вот как бы этот зал, мое рабочее такое название, это что, как бы, Пасха художника. У художника каждый день Пасха, потому что он всегда с Богом, если он работает, то он просто, его творческое состояние, это и есть пасхальное состояние. Поэтому в этом зале собрались работы, которые в свободном полете прикасаются с правильным Пасхи. Это аэроны в ухах, то ли абстракции, то ли автопортреты. Всегда рисовал пальцами, руками, там есть отпечатки пальцев. Здесь работы Лидии Тимошенко, моего любимого художника, одновременно, к счастью, моей бабушке. Три работы из позднего периода, конец 50-х, начало 60-х годов, но они все очень весенние. Ну и в этом уголочке там есть работа Инны Ивановой, и Инна Иванова такой абстракционист до мозга костей, настоящий абстракционист, который, как мне кажется, не по моде. Она просто этим живет, она действительно пишет абстракции, как дышит. И тут еще есть работа Юрия Рыжика, по-моему, очень весенняя, очень пасхальная. Объединяет зал опять мой любимый Феликс и любимая Феликсом, почитаемая Ая Лукашевкер, его учитель, его какой-то эталон такой, знаменитая больше всего своими поздними вышивками. Но они в основном все хранятся сейчас в Пушкинском музее, потому что у нее нет наследников, и ее друзья художники, они передали вышивки в Пушкинский музей, они там экспонировались. На уровне античной живописи, но при этом это миниатюрная вышивка тончайшими нитями, сделанная художником, который теряет зрение очень быстро. То есть у нее была такая болезнь глаз, когда врачи запретили ей писать, рисовать маслом, писать, и разрешили только вышивать. Ну а живопись и графика, которые вот тут есть две работочки, они ее тоже передают о ней представление, потому что живопись характерная очень для нее, и как-то она тут у нас очень заиграла всеми первомутровыми своими оттенками. Здесь есть в том числе мои работы, решилась показать работы свои очень старые как раз. У нас два сада, это мифологические, первый называется Сад садов, второй называется Последний сад. Вот. Ну и все это делалось в 90-е годы, в начале 90-х годов, и графика тоже того времени делала ее абсолютно в стол, графику. Но я вообще не знала, как могу ли я прикасаться к библейскому тексту, и делает ли это кто-то. Я видела до этого только Марка Шагала иллюстрации к библии, то есть современных художников. Это линогравюра, и сразу все сказано этим, и ничего не сказано, потому что, ну как бы такого размера никто не делает линогравюру. Делалось долго, это полгода делалась работа, это два месяца. Ну и вот этот последний зал, это как бы гиперэстеты, пасхальные эстеты собрались. Андрей Крансулин, мощнейший такой художник, концептуалист, в общем-то. Образ спасителя вообще как бы вырывается из всего его творчества. Я не могу наглядеться на эту работу, она работает с огромного расстояния. Ну и заборная его живопись, на которой кто хочет, прочитает молитву. То одна молитва читается, то другая. Ну и эта стена, это как бы такая ниша семьи Ирины Зарон и Сергея Антонова. Очень известный конописец Ирина Зарон, которая дала на пасхальную выставку почему-то не в библейские сюжеты, а таким образом примкнула к женам-мироносицам и представила цветы, тюрьмон, пейзаж, как дары, вот в празднику пасхи. А Сергея Антонов, он замечательный скульптор и резчик по камню, он представил такие свои концептуальные, выразительные, очень лаконичные работы, совершенно замечательные. И я очень рад, что вы меня пригласили, я давно, на самом деле, хотел сюда приехать, и никак не удавалось. И действительно, у вас сложное пространство, но здесь вы представили художников, с которыми, некоторые из них, которые я уже был знаком, потому что они или я слышал, или они у нас выставлялись. И что я вижу, что вы использовали это сложное пространство, чтобы дать каждому свое место и вытянуть, можно сказать, от него какое-то свойство. Поэтому это что, для меня показывает, что иногда вот то, что нам кажется, сложности, да, можно так преображать, чтобы наоборот получиться плюс. Дальше, все ваши художники, они все очень разные. Для меня вот этот тоже концепт очень важный, потому что нам кажется, что многообразие, как бы, и становится столкновение какое-то, да. Оказывается, что нет, что многообразие может стать богатством, может быть, ну, и еще больше красоты. При условии, как вы правильно тоже сказали, что все они соединены одними. То есть они соединены, конечно, своей верой, и об этом они хотят или явно свидетельствовать, или просто через образы, которые используют, потому что это действительно религиозное, без сомнения. Каждая выставка, это всегда встреча с живым опытом человека, который просто стоит за этими работами. Поэтому на самом деле нету никакого подлинного искусства, которое не было религиозным. И здесь просто очень хорошо, что мы показывали, как все как-то вокруг Пасхи, на самом деле, все как-то имеет отношение, потому что на самом деле, это вот Христос все равно всех. Сегодня такой день, и все как-то до этого. Выставка получилась цельная, потому что на самом деле подобраны художники одного художественного толка. Они совмещают в себе и классические традиции, и традиции русского модерна, и лучшие советские традиции. На самом деле мы видели живопись и камни, но получилось так, что вот впервые видим художественный металл, и впервые видим такого, на мой взгляд, совершенно уникального автора, как Юрия Егорова. Вот такие открытия, они как раз для артерии. То, что он показал, это удивительно во всех смыслах. Я могу, может быть, привести пример такого известного осетинского скульпта Белара, который работает с традиционными осетинскими силуэтами, которые восходят еще к древним аланам, и золото, и древней бронзы. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что есть очень серьезная аналитическая работа с церковным литьем, с решетками, с оградами, с утварью, поскольку утварь вообще, это очень серьезный элемент церковного богослужения. И, на самом деле, художник должен работать не только с иконостасом, и с живописи икон, но и с утварью до самых последних мелочей. Вот в эпохе модерна мы это встречаем. Еще одна тема, которая здесь возникает, это художник блестяще работает с двумя вещами, которые нужны здесь. Это белые и черные силуэты. Можно вспомнить исламские орнаменты, можно вспомнить вырезание из черной бумаги силуэтов кругликовой. Эксперименты мира искусства начала века. Вот здесь все соединено. И, кроме того, здесь есть элемент действительно модерна, и начало модерна, и постмодерна, брутального немецкого искусства, когда вещи делаются с грубого металла и становятся идеальным, мощным произведением искусства, неуничтожим. Они являются как бы таким монументальным знаком. Работа в знак, работа в символ, работа в области прикладного искусства и церковного. То есть, на мой взгляд, это вообще огромное открытие артерии. Очень хорошо, что выставляется скульптура. Почему? Потому что скульптура наиболее трудновоспринимаема, почти непокупаема, и никак не анализируема с точки зрения того, как развиваются художники. Здесь хочу сказать о Феликсе Бухе, который написал бесконечное количество текстов. И вот он сделал последнюю серию из камней. Замечательно. Замечательно. Из камней цветных, но это одно. А потом вдруг вот этой осенью пришла идея отлить это из бронзы. Когда ушли камни, ушла работа с цветом, и ушла вот эта вот неприятная фактура клея, склейки детская такая, получилась скульптура, и получилась мощная. И третий художник, это, конечно, Сергей Антонов, силуэтный. Тоже люди, которые работают, с одной стороны, в церкви, как церковные художники, а потом мы видим, что они делают исключительные художественные вещи, знаковые, мощные, авангардистки в русской традиции, которые еще, в общем, можно как бы выводить и из Лориона, и Гончаровой, когда она обратилась, на самом деле, к фрескам, гравюрам своим. Мне кажется, что вот именно металл вот на этой выставке, он показан исключительно хорошо, и замечательно, что все-таки артерия вот открыла для себя что-то вот такое совершенно новое. Потрясающего уровня вообще выставка, то есть просто ошеломляет ее. Просто действительно присутствует, и такое, я считаю, пасхальное чуде, надо это осознавать и радоваться этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok